Этот теледиалог президента с жителями России стал уже 15-м по счету. Ежегодно в ходе прямой линии глава государства отвечает на вопросы граждан нашей страны. Традиционно много вопросов о системе ЖКХ, зарплатах, налогах и об общем состоянии российской экономики. О благополучии государства ответ звучит на первых минутах общения. Кризис в нашей стране пройден. У нас три квартала подряд наблюдается рост экономики, рост ВВП. Скромный, но тем не менее из квартала в квартал. В конце прошлого года, в четвертом квартале, плюс 3%. В первом квартале этого года, плюс 5%. Наблюдается рост инвестиций в основной капитал 2,3%. Рост продаж автомобилей и потечных кредитов, что во всех экономиках является явным свидетельством начала роста. Рост несырьевого и неэнергетического экспорта на 19%. Кроме того, немаловажен для экономического развития страны и процент ключевой ставки Центробанка. Он уже снижен до 9,25. Между тем, президент рассчитывает, что Центробанк и впредь будет аккуратно понижать ключевую ставку. Колл-центр по приему и обработке обращений начал работу за 12 дней до прямой линии. Причем вопросы поступали до окончания телеобращений главы государства. Операторы обработали более 2 миллионов звонков, сообщений и видеовопросов. Стоит отметить, что более 60% дозвонившихся – женщины. Кстати, среди активных участников прямой линии оказались и нижегородцы. Еще один важный вопрос – санкции Запада по отношению к России. Владимир Путин отметил, что подобные меры аукнулись негативно не только нашей стране, но и европейским коллегам. Но нет худа без добра. Санкции стали импульсом для очередного рывка в развитии России. У нас реально начало расти производство в таких важных, сложных отраслях. Мы восстановили компетенцию в радиоэлектронике в значительной степени, в авиастроении, в ракетной области, в фармацевтике сейчас идет у нас хорошие процессы. Сельское хозяйство тоже не осталось в стороне от положительных изменений. Сейчас в этой сфере зафиксирован рост около 3%. Россия стала номер один, стала номер один лидером по экспорту зерна и по экспорту пшеницы. Так что вот вам результат. У нас в разы сократились закупки по импорту. Собственное производство, скажем, по мясу свинины, по мясу птицы закрывает практически всю нашу потребность. Более того, мы сейчас ищем рынки сбыта. Социальные темы также не остались без внимания. В частности, о повышении пенсионного возраста. Президент отметил, что решение по этому вопросу стоит принимать без спешки и взвешенно. Еще одна тема – материнский капитал. Владимир Путин подчеркнул, что программа показывает хорошие результаты. Маткапитал был выдан 7 миллионам матерей. Воспользоваться им успели около половины. Но такие программы нужно продолжать. Нам нужен целый набор мер. Он может быть разным. Это продление материнского капитала в той или иной форме. Либо в том виде, в каком он есть сейчас, либо как-то в виде измененной. Нам нужно подумать о том, как стимулировать рождение первого ребенка у молодых мам. Интересовал россиян и вопрос об активном освоении Арктики в настоящее время. Президент подчеркнул, что именно этот регион будет обеспечивать будущее России. К 2050 году примерно 30% всех углеводородов будет добываться в Арктике. Уже сейчас там осуществляются крупнейшие наши проекты. Но вот Новотек строит целый завод в Арктической зоне. Целый город построил. Аэродром, порт. Добычу там начали уже в Арктической зоне. Уже началась добыча. Поэтому с экономической точки зрения чрезвычайно важно. Напоследок почти четырехчасового общения президент получил самый ожидаемый вопрос. Кого он оставит после себя в качестве преемника на посту президента? Ведь выборы уже в следующем году. Ну, во-первых, я еще работаю. Во-вторых, хочу сказать, что это должен определить избиратель, российский народ. В ходе 15-й юбилейной прямой линии Владимир Путин ответил на 73 вопроса. Кстати, специалисты подсчитали, что если сложить все часы прошедших ранее теледиалогов, президент провел в прямом эфире 36 часов. Это более полутора суток.